Зарядный порт Снять облицовку зарядного порта с помощью съемника С помощью съемника снять клипсу на рамке, крепящую разъем подсветки порта Разъединить разъем подсветки порта, снять его вместе с плафоном подсветки С помощью торцевого ключа на 10 открутить гайки, крепящие порт J1772, снять кронштейн и порт J1772 Снять резиновый рукав кабеля зарядного порта и разрезать находящийся под ним светло-зеленый провод, идущий к зарядному порту Разрезать зеленый провод, идущий к разъему резистора 2,7 кОм, находящемуся под резиновым рукавом Черный провод i-chip соединить с зеленым проводом, идущим к разъему резистора 2,7 кОм Масса Белый провод i-chip соединить с светло-зеленым проводом, идущим к зарядному порту J1772 Пилот-сигнал Надеть термоусадочную трубку, пропаять соединенные провода, установить термоизоляцию С помощью изоленты закрепить i-chip и корпус резистора 2,7 кОм под резиновым рукавом кабеля зарядного порта J1772 Красный провод i-chip вывести наружу резинового рукава через отверстие клипсы Установить зарядный порт J1772, действуя в обратном порядке Соединить красный провод i-chip с плюсом бортовой сети автомобиля в удобном месте Рекомендуется использовать плюс, идущий на лампу подсветки зарядного порта Произвести сборку демонтированных деталей в обратном порядке Подсоединить минус на АКБ Сообщить диспетчеру, либо ответственному сотруднику автоэнтерпрайз, вин-код автомобиля Подключить программатор к клеммам разъема J1772 и подключить его к USB-разъему ноутбука Запустить программу i-edit-tag-программер Ввести в окно программы вин-код автомобиля и нажать «Применить» После успешной активации в окне появится надпись «Успешно» Установка i-chip CP завершена Рекомендуется проверить работоспособность установленного оборудования, подключив автомобиль к зарядной станции Зарядка должна начаться автоматически При возникновении проблем связаться с техподдержкой автоэнтерпрайз